Для этой постройки пришлось съездить на металлобазу и прикупить 2,5 метра 80-го швеллера. По ценам металлоприемки я отдал гораздо больше денег, но на последние ровных кусков нужной мне длины не нашлось. Для начала швеллер распилил. Мне понадобится два куска размерами 1200 мм. Ни разу не пожалел о приобретении ленточной пилы по металлу. Она режет пусть и не быстрее болгарки, но зато нет неприятного запаха гари и металлическая пыль не летает по мастерской. Кстати, если кому интересно, большинство ссылок на мой инструмент есть в описании. Далее избавляемся от ржавчины, так как с чистым металлом работать всегда приятнее. Это можно сделать лепестковым диском или коралловым. О нем я вспомнил почему-то в последнюю очередь, хотя как он работает, мне нравится намного больше. Проверяем полки швеллера относительно его стенки. Бывает так, что угол между стенкой и полкой не 90 градусов. Нам же нужно найти самую ровную сторону. Две заготовки будем сваривать между собою, но сначала все хорошенько выставим. Такую кривизну убираем клиниями в верхней части и фиксируем струбцинами. Настала очередь изготовить заглушки и ребра жесткости нашей станины. Из куска толщиной 10 миллиметров отрезаю заготовки нужного размера. А после все тщательно обрабатываю на самодельном гриндере. Вот так все это будет выглядеть. Таким же образом поступаем и с внутренними перегородками. И в итоге получаем вот такой комплект. Размещаем все по своим местам. Еще раз проверяем и можно прихватывать. А затем и проваривать полностью основание. Далее, не спеша, так сказать, с перекурами, обрабатываем наружные сварочные швы. Верхнюю часть станины решено было выработать ленточной шлифовальной машиной. Идеально ровной поверхности при этом не получится, но выглядеть она будет гораздо лучше. Также за кадром из десятки вырезал пару мостиков. Это будет основание нашей станины. Думаю, жесткость в нашем деле лишней не будет. Мало ли как я захочу доработать этот станок в дальнейшем. А чтобы они были полностью одинаковыми, идем на фрезерный станок. И обрабатываем все стороны в паре. Прихватываем все мостики, делаем необходимые замеры и если все хорошо, то обвариваем. Далее, снова моя самая нелюбимая работа. Зачистка швов. Но, как говорится, красота требует жертв. И в итоге, как я считаю, она у нас и получилась. Как, наверное, многие уже поняли, это будет токарный станок. По металлу у меня уже есть, поэтому делаем по дереву. По своим соображениям, патрон решил установить четырехкулачковый. Для этого сделаем заготовку планшайбы. Металл 16 миллиметров ленточная пила пилит долго, но уверенно. Делаем разметку и привариваем небольшой пруток диаметром 50 миллиметров. И, конечно же, идем за токарной. Работа ведется на удар, поэтому сначала ограничимся съемом в три десятки на диаметр. Торцуем заготовку. Также обрабатываем с другой стороны. И черновая обработка закончена. Это и еще несколько заготовок для передней бабки отправятся к другому токарю с большим станком. Как вы видите, услугами токарей я также пользуюсь, даже несмотря на наличие своего станка. Кстати, ссылку на видео по изготовлению деталей передней бабки найдете в описании. А я пока займусь задней. Как ни странно, эту болванку нашел на металлоприемке. Для меня подобные вещи на весь золото. И кто может подобные вещи сдавать на прием? В общем, из этой заготовки изготовим корпус пиноли. Не нравятся мне круглые варианты, поэтому сделаем современную прямоугольную. Сфрезеровываем часть металла. И получаем вот такой корпус пиноли. В этом месте я специально не стал убирать металл, так как там будет находиться фиксатор. Займемся основанием бабки. Металл 12 мм у меня только такой. Но при помощи нехитрых манипуляций его можно запросто обновить. После фрезера металл будет как новый. Так же, как и в случае с мостиками, обработал стенки основания в паре. Вся наша конструкция в итоге будет выглядеть вот так. Но сначала просверлим отверстие в корпусе пиноли. Выставляем заготовку по индикатору и сверлим в токарном станке. Конечно же, сначала проходим тонким, а затем и большим сверлом. Самое большое у меня нашлось только 20 мм. Попытался я растащить отверстие, но на длинном вылете резец постоянно уводило. И поверхность получалась, мягко говоря, не очень. Поэтому было решено корпус сварить и обработать позже. Швы решил делать только внутренние. Так не испорчу внешний вид, да и жесткости, мне кажется, будет достаточно. Как и ожидалось, после сварки металл повело на одну десяточку. Перед следующей операцией решено было выровнять плоскость. Так выставлять деталь будет намного проще. Придумал вот такую нехитрую конструкцию. И теперь будем растачивать бор штангой. Резец сделал из сломанного центровочного сверла. Хорошо, что на моем токарнике предусмотрены ТПЗ. При помощи них легко удалось закрепить заготовку. Кстати, я раньше не знал, что строительные шпильки бывают и повышенной прочностью. Как говорил доктор Дью, они уже не из стали пластилина 3. Ну вот и все. Внутренняя поверхность меня более чем устраивает. Ходовой винт возьмем со старого домкрата, найденного на приемке. Он хоть и старого образца, но винт у него в отличном состоянии. И гайка к нему чугунная. Извлекаем его с гайкой при помощи нехитрых манипуляций. Вот так выглядит винтовая пара после очистки. Гайку уже успел обработать на токарном станке и можно переходить к изготовлению пиноли. Для нее нашел кусок вот такого вала. Не знаю, что за металл, но после пробной обработки мне он показался достаточно твердым. Обрезаем с него все лишнее и идем за станок. Центруемся и протачиваем в размер. Сразу же не снимая заготовки со станка, сделаем посадку под конус Морзе-2. Для этого я в Китае приобрел две развертки. Достаточно просто сделать отверстие 15 мм. Это первый номер. Эта развертка и нарезает основную плоскость. Здесь нужно не забывать почаще чистить и смазывать инструмент. Устанавливаем второй номер для финишной обработки. А когда все готово, проверяем плоскость на краску. Или как в нашем случае на маркер. Я считаю, что все получилось просто идеально. Теперь можно отрезать, переворачивать и протачивать под гайку. Чугунную гайку к металлу просто так не приварить. Поэтому впрессуем ее на горячую. Далее крышка. Это обрезок от корпуса пиноли. В ней будут располагаться два упорных подшипника. Немного эстетики и делаем проточку под подшипник. Ходовой винт в местах установки подшипников также протачиваем в диаметр 10 мм. И на краю нарезаем резьбу М8. Вернемся к пиноли и профрезеруем в ней паз. Он нужен для того, чтобы пиноль не проворачивалась в корпусе. В корпусе же делаем отверстие с резьбой М6. В которой будет вкручен доработанный гужон из нержавеющей стали. Пока около сверлильного станка сделаем также отверстие и в крышке пиноли. Ну а дальше займемся маховичком. Для этого дела специально отлил алюминиевую болванку. И в токарный. Форму будущего маховичка скопировал со своего токарного станка JIT. К сожалению, длины отрезного резца не хватило для этой заготовки. Поэтому будем отрезать старым дедовским способом. Ручку маховика сделаем из нержавеющей стали. Ее можно будет наполировать и она никогда не заржавеет. Ну и в итоге, конечно же, вот такая красота получилась. Остается только лишь сделать отверстие в маховичке и установить ручку на свое место. Над филим делаем паз для шпонки ходового винта. Можно было бы изготовить специальный резец и сделать работу на токарном. Но я, как вы знаете, очень ленивый. Отлично! Теперь можно и подсобрать бабку. Первое испытание и все работает довольно неплохо. На пиноле при полном вылете присутствует незначительный люфт. Но это видно только по индикатору. Теперь займемся фиксатором пиноли. Для него в корпусе нужно сделать отверстие. Для этого засверливаемся на необходимую глубину, а затем его расточим. Далее механизм фиксации. На токарном протачиваем пруток в размер отверстия в корпусе. И делаем полукруглый паз на фрезерном. Вот что у нас получилось. Проверяем на пиноле. Я считаю идеально. Делаем необходимое отверстие и разрезаем пополам. И наш механизм готов. За кадром также изготовил ручку фиксации, чтобы не затягивать это видео. У нашего станка будет все по-взрослому. И сейчас изготавливаем механизм быстрой фиксации бабки на станине. На этом валу придется сделать эксцентрик. За счет него и будет происходить зажим. Отрезаем часть вала с центровочным отверстием. Так как далее этот центр будет смещен. Под один из кулачков патрона установил подкладки. Думаю смещения 3 миллиметра будет более чем достаточно. Заново центруемся и протачиваем. После этого возвращаем все на свое место. И наш вал готов. Сделаем отверстие под него в корпусе бабки. Сверлить отверстие на таком расстоянии в двух стенках не самое лучшее решение. Но мне оно показалось самым простым. Смещение отверстий получилось минимальным. Ну а дальше растачиваем нужный нам размер. С одной стороны я все-таки промухал размер, поэтому пришлось расточить больше и изготовить втулку из капролона. Но так мне показалось даже лучше. Также изготовил рычаг фиксацией. И теперь его нужно согнуть в нужный угол. Для этого будем нагревать. Воспользуюсь мапгазом. Другого у меня пока ничего нет, а пропаном намного дольше. Одно неловкое движение, и у вас больше нет шаблона. Вот к чему приводит спешка. Нужный уголок получили. Теперь совокупим вал с рычагом. Думаю, сквозного отверстия и гужона с торцовала для моих задач будет достаточно. Так и получилось. Все держится идеально. Изготовил тягу с резьбой из болта повышенной прочности, а также в верхнюю площадку. Ее закрепил на вареные шпильки. Так легче будет юстировать бабку. Конечно же, если это потребуется. Осталось изготовить нижнюю прижимную площадку. Как обычно чудесным способом, превратим этот ржавый кусок железа в блестящую деталь. И, конечно же, устанавливаем ее на свое место. Отлично. Бабка, на мой взгляд, получилась как заводская. Закроем механизм фиксации защитной крышкой. И она полностью готова. Вот и все. Конус, конечно же, будет совершенно другой для дерева. Так как этот может просто расколоть деталь. И она прилетит вам в голову. А в целом, я работой доволен. В следующей части мы соберем переднюю бабку. Установим двигатель. И, может быть, даже поработаем на этом станке. Кстати, детали для передней бабки уже у меня. И видео про их изготовление найдете в описании. Начнем мы, конечно же, со сборки передней бабки. Но сначала изготовим сам корпус. Стенки решено было делать из металла толщиной 10 мм. Определяемся с размерами и вырезаем при помощи ушей. Всего заготовок нам потребуется 5 штук. 4 стенки и основание. Стенки будем обрабатывать в паре. Благодаря этому получим 2 абсолютно одинаковые заготовки. И, конечно же, обновим металл. Снимем образовавшийся от времени оксид железа с поверхности заготовок. Далее, заранее выставив расточную головку в нужный диаметр, делаем полукруглые вырезы в заготовках. Примерно так будет выглядеть корпус будущей бабки. Постарался сделать все соосно. Но после окончательной сборки регулировки все равно не избежать. Зафиксировал всю конструкцию струбцинами и можно сваривать. Как обычно, сначала прихватываем, еще раз проверяем и обвариваем. В итоге вот что у меня получилось. Сварочные швы с лицевой стороны также обработал на фрезерном станке. Корпус бабки в итоге все равно будет закрыт защитным кожухом, но мне так нравится больше. Почти все готово к сборке, но сначала сделаем шпон-паз на шпинделе для установки шкива. И так же сделаем пазы в заготовке для гаек. Теперь можно и подсобрать. Запрессовываем подшипники на свое место. С самодельным прессом эта операция выполняется очень легко. Если не смотрели это видео, рекомендую, ссылку найдете в правом углу экрана. Таким образом выглядит передняя бабка в сборе. План шайба получилась длинновато. Возможно, я ее немного укорочу в будущем, но это не точно. А в целом все получилось довольно неплохо. Теперь займемся изготовлением шкива. Из дерева на скорую руку сделал вот такую болванку для дальнейшей отливки. Хвостовик нужен для установки этой заготовки в токарный патрон. Металл заливать будем в глиняно-песчаную смесь. Это самый распространенный вариант с 30% содержанием бетонитовой глины. Полноценную опоку я делать не буду, так как я очень ленивый и не раз вам об этом говорил. Далее заливка. Вот такой вид теперь у моей печки с футировкой из песка и гипса. Знаю, что нужно переделать, но все никак не дойдут руки. Вот такая заготовка у нас получилась. Сделал ее с большим запасом, чтобы сточить все неровности и поры в металле. Идем за токарной. Забегая вперед, скажу, что пришлось снять довольно большой слой металла для получения желаемой поверхности. Но это все равно в разы дешевле покупной болванки такого диаметра на базе. После черновой обработки заготовка стала выглядеть намного приятнее. Давайте сделаем из нее шкив. Для начала проточим отверстие для посадки на шпинделе. А дальнейшую обработку будем производить на оправке, изготовленной за одну установку. Фиксировать эту деталь будем на самый обычный суперклей. Как показала практика, он держит неплохо. Отрезаем ненужный нам хвостовик и протачиваем канавку под клиновой ремень. Признаться честно, эту операцию делаю впервые, так как токарный стаж у меня чуть больше года. За косяки сильно не ругайте. Ну и вот, что у нас получилось. Как по мне, так очень даже неплохо. Далее отправляемся в гараж и извлекаем с нерабочего донора двигатель. Хоть многие писали в прошлом выпуске, что он слабый, но я решил, так сказать, проверить. Закрепляем все временно струбцинами и включаем. Конечно же, для этих целей используем китайский контроллер с поддержкой оборотов двигателя. И как по мне, так мощности этого мотора вполне достаточно. К тому же, на контроллере есть защита при полной остановке. В общем, будем строить станок на нем. Для начала закрепим переднюю бабку на станине. Я решил сделать это при помощи шести болтов с резьбой М8. Крепежное отверстие сделал 8,5 миллиметров для последующей юстировки. Крепление двигателя будет выполнено по классической схеме с использованием старых уголков. Для этого срезаем с них все ненужное. Вот такие две планки у меня получились. Остается в них сделать отверстие для крепления двигателя. Для выполнения натяжки ремня нужен полукруглый паз. Делаю его по своему старому методу с шаблоном. Сверлим отверстие, сдвигаем шаблон и повторяем операции до получения нужного паза. И, конечно же, после этого обрабатываем напильником. Теперь можно установить все на свое место. Остался один элемент, без которого на этом станке не поработаешь. Ну, по крайней мере, по назначению. Это подручник. Основание для него решил сделать из швеллера, который остался после изготовления станины. Можно было воспользоваться парой уголков, но мне важна толщина металла. Да и с уголками работы не меньше. Отмечаем по 20 мм с каждой стороны и обрезаем. Конечно же, снимем фаски для сварочных работ. И свариваем две половинки между собой. Нам нужна ровная плоскость. И ее сделаем, конечно же, на фрезерном станке. Если бы не было последнего, эту операцию пришлось бы сделать обыкновенной УШМ с лепестковым диском. В этом основании будет быстро зажимной механизм. Как и в случае с задней бабкой, нужно изготовить вал с эксцентриком. Устанавливаем пруток 30 мм и поехали. Субтитры делал DimaTorzok с краев заготовки. Они будут служить маркерами для установки на кулачок с подкладками. Таким образом, эксцентрик получится относительно ровный. Вот такой вал в итоге у нас получился. Также за кадром вытащил деталь будущей ручки и кольцо. К нему в дальнейшем приварим резьбу от болта повышенной прочности. Для определения длины резьбы изготовил нижнюю площадку и перевел эксцентрик в верхнее положение. Ручка на валу будет фиксироваться при помощи установочного винта или гужона, как кому удобнее. Теперь можно проверить конструкцию в работе, заодно определить место установки рычажка. Из этого металлического гексайдера изготовим хомут, который будет фиксировать шток подручника. Но сначала подгоним его в нужный размер и снимем фаски для сварочного шва. Теперь, как обычно, фрезерный станок выравнивать плоскость. Шток будет диаметром 25 мм. Конечно же, такого сверла у меня в наличии нет, поэтому будем растачивать. Ну и как мне кажется, таким способом отверстие получится намного точнее. Зажимать этот хомут будет винт, купленный в Китае. Кстати, ссылки на все комплектующие оставлю в описании. Последний элемент сегодняшней конструкции – это сам подручник. Его решил сделать из металла 12 мм. Думаю, жесткость у этого элемента должна быть хорошая. Для себя определил вот такую форму. Угол наклона будет 45 градусов, а край сделаю параллельно станине. Не знаю, насколько это правильно и, возможно, в дальнейшем придется переделать. Так что пишите комментарии по этому поводу, заранее благодарен. Последняя проверка готового узла и техническая часть станка готова. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. А давайте его протестируем. В качестве материала используем обрезок черенка, который остался после изготовления моего маленького карандаша для разметки. К сожалению, из-за снастки у меня пока только убитый рейер, купленный у дедули на блошином рынке, и стамеска. Да и что душою кривить, опыта работы на подобном станке у меня также нет. Если есть интересные обучающие видео на эту тему, скиньте ссылки в комментариях. Но, как по мне, станок работает очень хорошо. А мелкие недочеты при точении исправит наждачка. Ну и с опытом их станет намного меньше. Вот что у меня получилось. Как вам для первого раза? Для начала мною была изготовлена тумба для станка. На ней я особо внимания заострять не стал, так как такую же уже делал для токарного по металлу. Ссылочку на это видео, если интересно, найдете в подсказках. Мои подписчики в инстаграм уже знают, что я хочу сделать копию обшивки, как у моего токарного фирмы JET. Для этого сначала изготовим поддон. В оригинале он прямоугольной формы с бортами под 90 градусов. Самым простым решением для повторения было приварить по контуру профильную трубу со сторонами 15 мм. Для этого нарезаем ее под 45 градусов и свариваем. Угловой струбцины у меня нет, поэтому на скорую руку сделал вот такой кондуктор. С ним работать стало намного удобнее, а главное точнее. Далее обработаем все сварочные швы. Для этого использую все доступные мне средства. Начиная от УШМ и заканчивая самым обыкновенным напильником. Из этого листа толщиной 1,2 мм сделаем дно нашего поддона. Да, в принципе, и всю обшивку этого станка. В сарае больших столов у меня нет, поэтому приходится все делать, как говорится, на коленках. В таких моментах чувствуется вся прелесть аккумуляторной болгарки. Ведь с электричеством у меня в сарае проблемы. Примеряем лист и если все хорошо, то привариваем. От сплошного шва решил отказаться. Применим технику электрозаклепок. Для этого сверлим отверстие 6 мм по всему периметру. Затем плотно прижимаем лист и свариваем. Ну а дальше обрабатываем шлифмашинкой. В итоге получаем вот такую красоту. Установил станок на свое место и теперь можно поработать с обшивкой. Работаю я в большинстве случаев без чертежей, так сказать, на глаз. По моим расчетам определились такие размеры. По ним и буду вырезать металл. Для сворачивания коробки достал свой самодельный листогиб. Но его жесткости реально хватает только на кровельное железо толщиной 0,4 мм. Изгиб, полученный с его помощью, мне не нравится. Также с поставленной задачей и не справился с заводской. В итоге было принято решение делать пропилы на местах изгиба и гнуть вручную. На тестовом образце все получилось. Также поступим и с корпусом нашего станка. Теперь остается только лишь сварить углы и обработать. Примеряем все по месту и можно определиться с глубиной посадки, а также будущими креплениями к станине. Сразу же на столе сделаем отверстие под шпиндель станка. В верхней части обшивку будет крепить втулка, которая входит в корпус передней бабки с небольшим натягом. Ну а с нижней корпус прикрутится к станине. На этой детали впоследствии будет располагаться кнопка аварийного выключения станка, а также дисплей тахометра оборотов шпинделя. Все по старой схеме. Свариваем и обрабатываем швы. Только на этот раз я буду обрабатывать на самодельном гриндере. Мне так показалось быстрее и ровнее. За кадром приварим эту деталь к основному корпусу. Вот так это у меня получилось сделать. Ну а щели... Щели потом уберем автомобильной шпатлевкой. Также за кадром изготовил заднюю крышку и защитный экран. И еще сделал пару креплений на корпусе станка. Жесткость никогда не бывает лишней. Ну и конечно же я не мог вас оставить в этом видео без токарки. Изготовим пару гаек с накаткой для крепления к крышке корпуса станка. Протачиваем заготовку в диаметр 30 мм. Далее сделаем накатку, ну а потом нарежем резьбу М10 и отрежем. Вот такие пара гаечек у нас получились. Теперь можно подсобрать все в кучу для проверки. Кстати, отверстие в задней крышке для шпинделя. Когда-нибудь я его просверлю и через него буду выбивать конус. Кнопка и модуль индикации оборотов будет располагаться на съемной панели. Так проще коммутировать провода. Для этого вырежем часть корпуса. Делаю я это своей самодельной бормашинкой. Диск, как обычно, переделан из болгарки. Как показывает практика, такие живут намного дольше заводских и режут быстрее. Вот так все это будет выглядеть. В оригинале панели управления выполнены из алюминия. И на них сделан поперечный сатин. У меня таких кусков, конечно же, не нашлось. И мы будем пробовать сделать то же самое, но на металле. Приклеиваем нашу панель на двухсторонний скотч. И бруском с наждачкой наводим сатин. Ну вот, теперь ее можно покрыть лаком. Далее датчик тахометра. Его нужно установить как можно ближе к валу, на котором будет установлен магнит. Для этого изготовим кронштейн из того же металла. Но поскольку он тонкий, будем делать ребра жесткости, чтобы избежать лишних вибраций. Просто приварим небольшую косынку. Вот так выглядит наш кронштейн. Жесткости для этого датчика теперь предостаточно. Теперь определяемся с местом установки магнита. Засверливаемся и вклеиваем. На этом этапе нужно разобраться с блоком управления двигателя. Из него нужно убрать все лишние детали и вынести регулятор оборотов наружу. Просто отключаем клеммные колодки и убираем. Даже выключатель в этой схеме работает на разрыв. Испаивать эти два контакта не придется. Сам же блок будем крепить через штатное отверстие к корпусу нашего станка. Остались, так сказать, последние штрихи. Приварить крепление проводки к корпусу и сделать отверстие под выносную лампу. Вот и все. Осталась покраска и окончательная сборка. Начну с панелей. В рекламном агентстве вырезал несколько элементов. В том числе модель станка и логотип канала. Кстати, как вы думаете, как расшифровывается эта модель? Напишите в комментариях. А мы при помощи монтажной пленки переносим все на металл. И переходим к покраске. Некоторые детали будем шпатлевать, чтобы избавиться от ненужных раковин на металле. Но забегая вперед, скажу, что затея моя не совсем удалась. Но я и не автомаляр. К тому же, как вы знаете, еще и ленивый. В общем, после обезжиривания наносим слой автомобильной шпатлевки. В некоторых местах и палец выполняет роль шпателя. Бруском с наждачкой добиваюсь ровной поверхности. Не забывая про воду, иначе последняя быстро забьется. Когда поверхности подготовлены, защищаем рабочие места малярной лентой. И можно грунтовать. Всего грунта я ложу в два слоя. Вот такой результат получился. Некоторые детали покрывал серым грунтом. Такой подход позволяет получить разный оттенок на одной и той же краске металлик. В моем случае цвет кварц и фирма Вика. Теперь замоем грунт. Процедура уже нам знакомая, только наждачка уже с более мелким зерном. Все готово к нанесению базы и лака в два слоя. Ну вот и все друзья, теперь можно перейти к сборке. Еще одна маленькая деталь, которую нужно сделать. Поскольку металл тонкий, он при работе станка может создавать неприятный шум. Попробуем от этого избавиться при помощи автомобильной шумоизоляции. Как-то давно у меня был автомобиль ВАЗ, и я его обклеивал такой штукой. Один листик остался. Электрическую схему соберем на столе. Сделаем только выводы на двигатель и датчик тахометра. Знаю, что три провода в одной клеммной колодке это не есть хорошо. Но успокаиваю себя маленькой мощностью этого станочка. Устанавливаем клеммы для подключения однофазного магнитного пускателя. Я тоже раньше думал, что это просто кнопка, но по ссылке в описании вы можете почитать о этом пускателе поподробнее. Теперь прикручиваем панели, и можно все это дело установить на станок. Клеммы для двигателя все пронумеровал, чтобы не запутаться при дальнейшем обслуживании. И последним, что осталось, это установить экран. Теперь этот проект можно считать закрытым. Для вас же сделал голосование по теме следующего проекта. Примите участие в углу экрана. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну а как работает этот станок я уже показывал вам в прошлой серии. К сожалению, резцами по дереву я так и не обзавелся. Но у меня еще все впереди. Кстати, на лайв-канале хочу попробовать при помощи этого станка обработать металл. Посмотреть, так сказать, на его жесткость. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Ну а на этом у меня все. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Заранее спасибо за активность в комментариях и репост этого видео. С вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok